Друзья, всем привет! Сегодня делаю разбор офигенной квартиры в классном жилом комплексе ЖК Союз, город Москва. Вы посмотрите, какие прекрасные фасады, прикольные балкончики, они мне правда понравились. Квартира с тремя спальнями, с кухней-гостиной для семьи из четырех человек, которые, видимо, музыканты, потому что им в квартиру нужно поставить рояль и, внимание, арфу. У меня такого еще не было. Смотрим. Значит, смотрим на эту планировку, друзья, читаем текст задания заказчиков. И какой запрос? Ну, во-первых, все впихнуть. Многочисленное количество вещей, да? Верхние одежды, спальни и так далее, и тому подобное. Выделить место под постирочную обязательно, ну, надо же, в большой семье где-то стираться. Мастер-спальню обязательно сделать, детям свои комнаты сделать, где-то разместить рояль, ну, электронный. И арфу. То есть, ребенок, девочка, играет на арфе. Вы прикиньте, это такая вот штуковина большая, на которой женщина на концерте сидит, значит, вот так, брррррр. Она большая, блин. Ее куда-то нужно поставить. А еще нужно было сделать остров. Обязательно остров. Я, конечно, сначала офигел от арфы. Такого еще не было. Но задачка прикольная. А потом оказалось, что нужно остров. И я смотрю на эту кухню-гостиную, которая 28, кстати, квадратных метров. И, честно говоря, я не понимаю, куда поставить здесь остров. Потому что комната квадратная. Квадратная комната гораздо хуже, чем прямоугольная именно для кухни-гостиной. А почему? Смотрим. И обязательно до конца смотрим. Потому что в этом разборе я буду указывать и подсвечивать всякие интересные, важные моменты. Если вы планируете покупку квартиры или делаете свою, вам это будет важно, полезно. Вы что-то почерпнете, чему-то научитесь. Ну и своими мыслями поделитесь в комментариях. Обязательно пишите в комментариях. Итак, текущий вариант. Вход в квартиру. Есть отдельный гардероб. Слева мастер-спальня. Прямо через коридор есть кухня-гостиная. Из которой выход на те самые прикольные балкончики. Они мне очень понравились. По стилистике. Ну такая архитектура в Москве вообще такая. Конечно, классная. Молодцы. Стараются. И через кухню-гостиную у нас есть вход в две детские. А также у нас есть одна ванна и вторая какая-то кладовочка, по всей видимости. Итак, что получается? Получается следующее. Давайте начнем с прихожей. Значит, в прихожей очень важно, во-первых, чтобы она была нормального размера, чтобы там было, ну, четверым людям развернуться, раздеться, одеться там, а не ждать где-то в подъезде. Вот. Такая, в принципе, ну, ну как бы, ну ладно, проходит. В прихожей обязательно должно быть красиво. То есть она не должна быть захламлена всякой фигней, всякой, там, быстрым гардеробом, например, потому что это визуальный шум. Вот эта вся одежда висящая, это некрасиво. Вот. Должен стоять какой-то комод с зеркалом, картиной, но чем-то там. В общем, вот он здесь стоит. Стоит пуфик и все, больше не надо ничего ставить. А что еще? Зачем? Самое главное предусмотреть где-то шкаф или гардеробный. Гардероб здесь есть. Вот он. Шкаф под верхнюю одежду на плечики, 60 сантиметров глубиной. Между ним и вторым шкафом 80 сантиметров достаточно, чтобы пройти, взять и выйти. И второй шкаф, он узкий, узкий, то есть глубиной 35 сантиметров для того, чтобы поставить обувь. И вот от этих размеров 60, 80, 30, 35 мы и оттолкнулись и сдвинули стеночку, ну как мы, я. Я сдвинул стеночку дальше туда в санузел, чтобы вот этот шкаф влез. Это очень важно. Вот здесь вот чистая математика, все высчитывается по сантиметрам. Буквально, чтобы влезло было удобно, но лишнего не потратить. И теперь в спальне родителей у нас есть душевая унитаз, раковина. Вполне достаточно места для того, чтобы все это влезло и было там вполне просторно и комфортно при сдвинутой стеночке. Понимаете? А там, где душевая, получилась ниша, в которую можно поставить растения, деревья там. Ну, наверное, не настоящие, а искусственные. Но можно и настоящие. При должном уходе и освещении можно и настоящие. Но это же, получается, кайф. То есть у меня в душевой кабине растения растут, как будто я вообще попал на гаити. А вы бывали на гаити? Помните, кот в мультике говорил. Ничего. Мы все посмотрим. Ну и дальше, раз уж я начал говорить про мастер-спальню, что здесь у нас получается? Здесь спальня-место, кровать на метр восемьдесят, все просят большие кровати, метр восемьдесят, не меньше. Обязательно должно влезть по две тумбочки. Обязательно мы должны ее поставить так, чтобы было можно пройти с двух сторон, не зажато. И гардероб. Но гардероб я делаю хитро. Понимаете? Хитро. Обычно я ставлю гардероб, в который мы заходим внутрь. Шкаф направо, шкаф налево. А здесь гардероб, который мы обходим. Ну то есть вот так вот, с одной стороны шкаф и с другой стороны шкаф. Вот, видите? Для чего это сделано? Для того, чтобы появилось еще одно пространство, небольшой закуточек под рабочее место. Вот. Про это я забыл сказать, кстати. Оно было тоже важно. То есть надо было где-то найти в этой квартире уединенное место, где можно закрываться и проводить видеоконференции. Согласитесь? Сейчас это важно. Напишите в комментариях, вот важно вам это или не важно. В квартире найти такое место, такой а-ля кабинет, чтобы можно было уединиться и поработать. Там с коллегами по работе поговорить. Короче, здесь я нашел и выкрутился вот таким образом. Сделал гардероб с двух сторон, которые можно обходить. И поделил вот эту большую комнату на две части. Кровать, кабинет. Там, где у нас торец этих двух шкафов, входная дверь. И вот здесь вот она таким интересным образом нарисована, потому что это роторная дверь. Знаете, что такое роторная дверь? Это та дверь, которая открывается таким хитрым образом, что половинка двери в одну комнату, а половинка в другую. И тогда, когда она открыта, мы экономим место. То есть она не вот так распахнута и перекрывает весь коридор, а всего лишь половинка. И это в каких-то условиях оправдано и удобно. Поэтому возьмите на вооружение роторная дверь. Со спальней разобрались, смотрим общее пространство. Общее пространство у нас диван, стол, которые по оси, вот видите, по центру, они как бы нанизаны. Это очень важно. Это важно с точки зрения композиции, если вы хотите действительно сделать дизайнерский ремонт, навести красоту. Потому что красота начинается от композиции. Многие этого не понимают. Вы как-то это себе зафиксируйте в голове. Композиция важна. Нельзя абы-кабы расставить мебель, размазать ее по стенам и так далее. Но так многие и делают. А потом, ой, а что у меня так некрасиво получилось, как у всех? Ну потому что композицию вы не соблюли, не знали. Так вот, здесь композиция. Кухня остается вдоль вот этой стены, по-другому ее поставить невозможно. К другой стене нельзя, потому что коммуникации находятся все в этом месте. Вот они, вот все здесь. Все, кухня только здесь. Ну и скажите, пожалуйста, куда поставить остров? Это же реально мало места. Вот. Ну застройщик нам предлагал вот в эту нишу поставить кухню и все. А куда холодильник? А куда остров? Непонятно. Чтобы увеличить кухню, я забираю немножечко места у детской. Сейчас мне многие наверняка напишут, как у ребенка забрал полезные квадратные метры. Ах ты, деспот. Верни обратно. Но тогда я вас прошу, а холодильник куда поставить? Куда поставить холодильник? Сюда? 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 Или куда? В спальню может быть? Некуда. Поэтому встроенный холодильник, встроенный шкаф с микроволновкой, духовкой, кофемашиной и узким шкафом между ними он встроен вот сюда, вот в эту стену. Вот. Да. И тогда вот здесь вот мы получаем, ну более-менее нормальную кухню. Детские. Комната мальчика. Шкаф, кровать, стол. Кстати, здесь так интересно. Два окна и дверь. Дверь в другое место установить невозможно, потому что это несущая стена. И соответственно вот такая конфигурация. Дверь с этого угла. С этого угла значит выход на балкон. И дверь открывается. И должно быть место под эту дверь. Второе окно. Оно не позволяет нам расставить мебель как-то иначе. Но если вы не согласны, то сделайте свой вариант. Я, наверное, оставлю ссылку в описании, где я ставлю планировку. Ну попробуйте. Поэтому все. Вот только такая конфигурация и привет. Дальше вторая детская для девочки. Первая для мальчика, вторая для девочки. Почему так? Потому что арфа должна стоять в тени. А в первой детской у нас кругом окна арфу поставить некуда. Она все время на солнце. Но видимо там дерево, она рассыхается. Это плохо сказывается на инструменте. Этого допустить никак нельзя. Поэтому арфа стоит в тени. Поэтому комната с одним окном. Арфа стоит максимально удаленно от окна. Стол, стеллаж, кровать. И кровать поднята. Поднята наверх. Чтобы под кровать сделать шкаф для одежды. Вот так. И здесь тоже по-другому, ну никак не получается. Опять же не согласны. Давайте в комментарии. Значит там найдите ссылку в описании. Я оставлю планировку исходную. Попробуйте что-то сделать. Обсудим. Обсудим. Это будет очень ценно и интересно. Может быть я что-то не увидел. Что-то недопонял. Но прошу вас в масштабе, друзья. В масштабе. Потому что у вас в голове всегда, ну не у всех, у большинства, почему-то все влазит. Но когда это переносишь на бумагу, ничего не влазит. Потому что масштаб надо соблюдать. Масштаб. Ванна. Унитаз. Раковина. Вот здесь вот как бы в закуточке. Это для детей. Она же гостевая. И вот эта кладовая, которая остается, обязательно должна быть. Потому что много всяческих вещей. Чемоданы. Какие-то там, не знаю, в турпоходы рюкзаки. Стиральная машина. Сушильная машина. Глажка. Гладилка. Много всего. Для этого специальный хозблок. И напротив него. Напротив него. В коридоре. Изначально достаточно широком. Стеллаж под книги. И. То самое. Электрическое пианино. Та-да-дым. Доклад закончил. Пишите комментарии. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Обязательно пересылайте своим друзьям и знакомым. Которые занимаются ремонтом. Или находятся в поисках квартиры. Потому что мои рекомендации всегда помогают людям. Если они внимательно смотрят, конечно. И улавливают эти принципы. А для этого надо посмотреть штук 10. Хотя бы. Моих видео про планировки. И тогда вы прокачаетесь нормально. Всем пока. Лайк. Подписка. Колокольчик. Да пребудет с вами муза.